Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастливый, если грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть я кого истину, блажите тебе Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую воистину Серафим, Без истления Бога, Слово, рожешую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причисты Твоя Матери и силы исчезнага, животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благое сей человека любит. Аминь. Боже, будь милостью ко мне грешному, создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец ты грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти тебя грешного, яко не калижа благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое Святое. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и призна и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и живи с Десы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси блажи души наши. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и призна и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и призна и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, исти на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якажи, мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, и во Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пеемте сильной. Свят, свят, святости Божие, Богородицу и помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому духу, отодраясь на возвигме, если Господи, умы и просвети и сердце. И уснем и отверзивая, ежепетитя, святая Троица. Свят, 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 святости Божие, Богородицу и помилуй нас. И ныне и призна, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и к его же день я не обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божие, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Оснав, отстав, благодарю Тебя, всесвятая Троица. Я ко многим даю Твоя благость и долготерпение. Не прогневался на меня ленивый и грешный. Не полубил меня с беззаконием моими. Но человек колюбцал и си обычно. И в нещании лежащего возлигла мне и си. Воежеутриньте, славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста. Поущайтесь со словесем Твоим. И разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тебе исповедание сердечным. И воспевайте все святое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. 104 Псалом Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему. Поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце, ищащи Господа. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы – семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он – Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. И поставил Туякову в закон, и Израилю в завет вечный. Говоря, Тебе дам землю ханаанскую, в удел наследие Вашего. Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к юному племени. Никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. И, призвав голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Да коли исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь, и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господину над домом своим, и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмош его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его. Возводил в сердце их ненависть против народа его, и ухищрение против рабов его. Послал Моисея раба своего, а Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его, и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму, и сделал мрак, и не воспротивляясь слову его. Приложил в воду их кровь, и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже спальни царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, с книпой во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их. И побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы бесчисла. И съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их. И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их. И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шестью их, ибо страх от них напал на него. Простер облаков по кровь им, и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесом насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекой по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему. И вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье. И дал им земли народов, и они наследуют труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь! Аминь! Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богаты состраданием и неизречены в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой. Верующий в меня будет жить и не увидит смерть его веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вмеется же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь ты никаких дел оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твей Вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что торт меня Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли, или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, очарив Матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану Больстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во всей жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на блести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступить мне за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепкую несчастную и опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, Сытой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедному Душе и Тело, прости мне все, чем оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем-то грешил в прошедшую ночь, зачти меня настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронять Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгонять меня, ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего и погаси пламя страстей моих, ибо нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений и освободи от всех злого воздействия, ибо Ты благоценен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, надежда, любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам и молительникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, якородилась и Христа спаса избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнаго, животворящего креста Господне, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары и Твое, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополитов Марка, Николая, Агапангела, Тихона, Антония, священная Ирея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона и Лариона, священника Ганимова Николая, и весь священниче с Киночей с Кичин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да, еще священника, рожденного свыше, который является благовестником, и место для занятия. Смири власти воинства их, наведи страх той на них, и через них сотвори благое церкви твоей, и сохрани их от покушения на них. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было из чего уделять нуждающимся, и преобразуя сердца их в духовное. Коснись Владимира, Михаила, Жозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, и все правители мира и начальствующие. Ибо с них будет строгий спрос на суде Божьем. Слава тебе, Господи, хвала тебе, даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Казахстану, Карабаху, Канаде, где смуты и мятежи. Этим смутьянам, Алексея, Ильи, покажи ту бездну, куда они завлекают людей, ничего не давая и не обещая даже, кроме погибели. Ибо своими митингами, протестами они обрекают людей на самые тяжкие преступления, когда не будет над ними власти. Слава тебе, Христе Божий наш, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить, умножить все наши таланты, дарованное тобою. И для всего пошли нам новых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной. И мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверяться твоему замыслу о нас, твоей защите и промыслу. Ибо верующих в тебя, рожденных свыше, водимых Духом Святым, с радостью исполняющим все твои святые заповеди, ты дал название, сказав, святые мои и избранные мои. Боже, помоги нам оправдать эти дивные названия жизнью своей благодатной и благословенной. Господи, сохрани наши жилища, селения от пожара, воров, нечистой силы. И благослови живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру, дай веру. Благослови Людмилу, Владимиру, Любовь, Алексея, Иосифа, пришли добрые жители с детьми, любящими знамя уставы твои, и сохрани школу. Спаси и помилую Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадо и Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину, Юрия, Сергея, Сергея, Александра, Александра, и от тяжкого недугого пьянства, Господи, избави. Павла, Михаила, Андрея, Владимира. И потерянного Александра найди, укажи, где он и живой ли. Блуждающих Алексея, Сергея останови, дабы не обманывали себя и людей. Слава тебе, Христе Божий наш. Слава тебе. Уповаем на милость твою. Между нами да будет всегда мир, любовь и согласие по слову твоему. Не расширь пределы общин крестовозвиженскую и святую анфимовскую. Найди новые души. И замосты, противящиеся истине, разрушь. Возри на угрозы врагов, на все пакости твори, мое имя. Они потеряли веру и, быть может, духа святого похулили. коснись их сердец и в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что худо творят. И благослови гонимого священника Николая, и клевещище на них обрати и возри на угрозы врагов. Найди их, Господи, коснись их сердец. Тебе, Боже, слава. Как ты дивно велик наш Господь. Я тяжко недуга пьянства избавил. Господи, помоги. Ибо молитва не достигает как будто тебя. Или эти люди похулили духа святого. Слава тебе, Боже наш, за те жилища, в которых мы находимся спасаясь от непогоды, от неприятностей. Кто эти жилища строил и храмы, в которые ходим, да будут благословенны у тебя, Господи. Мы вошли в чужой труд. Мы благодарим тебя и благослови Михаила, Елену, Роману, Екатерину, которые просили о жительстве, место, и все указал и дал им жилье. Расположи к ним соседей, близких, кому не развестили. Первые христиане не имели ни одного храма на всей земле, но ежедневно собирались по домам, прославляя тебя, и чтобы у этих людей жилища их стали как храмы, дабы они вместе могли прославлять имя Твое Святое. Аллилуйя! Путешествующих Раису, Льва, Виктора, Александра, Галину благослови и возврати в мире болящих по сети, Господи, дай силу безропотно перенести страдания и пошли им исцеление Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия, Виталия, Виктора, Арсения, Надежду, Людмилу, Любовь, Татьяну, Александру, Неанилу. Ты знаешь ее, Господи, родители просят помолиться о младенцах своих, чтобы выросли послушными родителями, были верующие и стали благовестниками твоими Марка Игнатия Езру. Пронеси на руках твоих и защити от всего, что не славит тебя и благослови родителей за такое доброе пожелание у своих детях. Аллилуйя. Слава тебе, Христе Божий наш. Благослови нас и помилуй и то, что изрыгает уста нечестивых, старающихся разрушить дело Божие. Земля да поглотит все, что они измышляют злодейства свои, да не коснется сердец верующих. И они прямо ставят цель разрушения и селения нашего и сделать такое зло, чтобы человек не вернулся. Возри, Господи, на это и дай силы превозмочь нападки сатаны. Просили избавиться от нечестивого силы вошедшего в них Рустик Ирина. И здесь то же самое. Помилуй их и благодетель нашей благослови Елену и Лену обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эдуарда. Мы просили помочь нам переиздать трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного фапилакта к истину православию. Еще издали проповеди в стихах. Это милость Твоя, Господи, благослови и пощи необходимое средство издать проповеди во свете Святой Библии и для Слова Божия нет ус. Ты богатый милостью и щедротами. Ты слышишь и отвечаешь Господи, помоги. Услыши, кто вызывает к Тебе об этом. Слава Тебе, Боже наш. Упокой Господи в обителях небесных усопших отец и братьев наших родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. Прости всякое согрешение и вольное и невольное и душам нашим полезное сотвори. И сохрани наши сокровища в интернете, их администрацию благослови и расположи к нам. Благослови трудящих на этом поприще Игоря, Вячеслава, Николая, Алексея, Гаврила, благослови обратить Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Аллилуйя! Господи, благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица, добывая свой хлеб. И более всего интересоваться спасением своей бессмертной души. Слава тебе, Господи, слава тебе. Косни сердце Никиты, напомни ему, как он сам добивался быть здесь и как уезжал, получил книги, все даром и благословения и теперь стал на стол у врагов и не знает предела. Какой ужас постигает человека. Это все равно, что из рая нырнуть в ад, в бездну и о нем, Господи, напомни нам всегда поминать, не дай ему погибнуть, чтобы отошел от этих наркотиков, которым столько лет одержим был. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бога Егова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Самого, вся земля пола, слава Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу, на земле мир в человека и благоволение. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожиданию Суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и коронной церкви как на истину. Аллилуйя. Воздаю вечность и милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастанием в Тебе, Марию, Стефану, Александру, Михаилу и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преста Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви от зависти несчастивых, от всего, что они славят Тебе. Благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия по странам многим и являйся там не с пустыми дарами, а с сокровищами книг, которыми Ты наградил нас. Сколько новых душ пришло и посеяно нами да принесет по Твоей благодати и милости обильные плоды и в будущем. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Навума, Валентина, Самиру, Самирию и Тимуру, да истинную Христову, веру и Русику, дабы не верить уже пророкам. Ибо нет иного спасителя, кроме Тебя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, провели душу по мытарствам, страшным и непонятным. И веде я навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, притеча Христова, моли Бога о нас. Господи, мужчина житель в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Видеть нуждающихся в нашей помощи, быть во всем экономным и помогать по мере сил. И каждому дару доброе жилье Сергею Гавриилу. Слава Тебе, Боже наш. Ян Креститель, притеча Христов, моли Бога о нас. Мы так нуждаемся в этой помощи Твоей. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастер, словесных овец, моли Бога о нас и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой земле, как юдор и печали. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Ересей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иом, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездрине, Эмя, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захарий, Малахи, Давид, Напан, Данил, Отреки, Пророк, Михей, Аврам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою. Добой день прихода то наше отшествие не засталось с неготовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Боже, с горящими святиликами истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, с соделанных духе святому и с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога на святые ангелы и архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящей, святые апостолы Петр и Павел, святые евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн, да дарут Господь нам жажду и следует священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, полякапс, мирский усин, философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Амидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Венимин, Осип, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, антихриста, начало или правую руку, и благослови, изъятых из семей и отправленных на военные действия на фронт, Никиту, Александра, Максима и Анна и неведомых нам. Укрепи их там, даруем истинное духовное рождение свыше, чтобы они там были как светильники на посвященке, как город на вершине горы, и чтобы они постоянно повторяли слова Откровения 13.10 «Кто ведет в плен, сам пойдет в плен, кто убивает мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Слава тебе, Боже! Слава тебе! Благослови томящихся в вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах детей твоих, верующих в тебя. Если угодно, милости твоей освободи их. Монаха Сергея, Владислава, Вара, мы просили об Ильи, и так внезапно освободил его до суда, совершил это великое чудо по нашим временам. Илью, Господи, предупреди и наставь, чтобы он больше искал тебя, посвятил жизнь свою служению тебе и с увлекающими его друзьями прежними все. Ты сделай, чтобы он засвидетельствовал о тебе, о любви твоей. У него все есть уже на руках, чтобы он не давал повода ищущим повода. Возьми заботу о нем сам в свои руки. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Молите Бога о нас! Цветы, отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Преемсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонности, Степан, Пермси, Серапим, Саровский, Антобольский, Анкрынштадский, Аншанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас! Да укрепи и сохранит нас Господь в святой православной вере! А замысляли тяков, сектантов, разруши, разбей, мечтой преврати! И им за свидетельство об истине Твоей, что вне церкви нет спасения, а церковь образована Духом Святым! В Сионской горнице и в доме Корнилия! И все это в первом веке! А не так, чтобы через полторы тысячи лет появлялись разные секты и называют себя церковью! Ты сказал твоими причистыми устами «Я создам церковь мою!» И врата наделеют ее не церкви, а она единая невеста Твоя и церковь, как ковчег Ноев для спасаемой души! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Милости Твоей полна земля! Научи нас все это видеть, понимать и прославлять Тебя! Благослови! Да молятся о нас жены и девы Фекла Первомущенца, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриана, Барбара, Екатерина Перепитуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андраника Юния, Киприяна Устина, Молите Бога о нас! Да дарует Господь Бог женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания и насилия. Только ты можешь это сделать, исправь непокоримость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктория и Анны. И прими нашу молитву воздяне рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе, на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и как зиждитель, сохраняющий его. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитвы всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Спаси и помилуй всех заповедавших нам молиться о них. И мы взываем, о, не заповедавших, кому возвестили слово истины, которые услышали о Твоей голговской жертвы. Дай им твердо поверить в то, что покаяние возможно только при этой жизни. За гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и заслышат рабы Твои, голос Твой. Спасибо. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро и новый день. Да будет благословен. Я говорю, утром, если бывает за ночь, что-то срочно возникли вопросы, вот 7 секунд на размышления есть, сразу говорите. И дальше небольшие объявления. Может кто-то новые пришли люди, не знаю мы. У нас такой порядок после утреннего моления считается всегда Слово Божие, трехтомник Нового Завета. Сейчас как раз Евангелие от Матфея считается. И вот это как обязанность какую взяли наши на себя две сестры, хапили на Валентина Сергеевна, Симоненко, Ольга Николаевна. Пропуска ни одного не было по сей день. Это уже несколько лет. Если ничего нету, сестры уже знают, где они закончили считать. Мы в воскресенье не собираемся, значит в субботу закончили. Дорогие сестры, мы объявляем наши какие главные нужды, чтобы помолились сегодня. Разбор будет обвинение на отца Николая. Вам не надо знать, где же его. Но дело в том, что он оклеветан. И Господь, чтобы спас его, защитил. Ну и у нас тут события. Мы же летом находимся в деревне. Враг лютует по полной программе. Любыми пытями сделать, чтобы было плохо, чтобы людей негде было принимать, потому что они одиноки, у них ничего нету. вот своя кучка, там они совершенно неверующие люди, Бог все отнял. Ни понятия ни о совести, ни благодарности, это все забыто, как будто не существует даже. И вот, чтобы помолились, умягчил сердце, сердца их Господь. Вот, куда у нас собирались братья, вот, стараются этот дом отнять, а он продан, я за него заплатил. Это, правда, смешно даже слышать это дело. Ну, без воли-то Божьей волос не падает. Ну, а если это сделают они? Они соединяются с самыми лютыми врагами, то есть, у них ничего нету, потому что совесть отвергнута, и Господь попускает, чтобы дьявол играл ими, жалость-то какая будет. Это вот все кончится внезапно, и мира не будет на земле, и все это отражается вот сейчас, все, что они там делают, богохульствуют, это на детях будет отражаться. Это у Бога закон такой. Уже сегодня надо плакать об этих людях, чтобы Господь вразумел, открыл в глазах, куда же они идут. Что, строили? Нет, а этот дом я не просто помогал, а больше полдома построил, а потом человек переселился, а из деревни уезжают, продавать-то некому, кто приедет-то. И ясное дело, что они дорого, я их приобретаю, кто-то приезжает, тогда дарю, ни одного дома не перепродавал, ни одного. Вот приезжает откуда-то, новый человек, и так у него со средствами и так у него дом этот дарим, и так и этот дом. Приезжают люди как гостиницы. Будет ли он нас, прошу помолиться всех, потому что они беснуются сейчас, с ума сходят, не знают дальше, что делать. В прошлом году хотели землю там, вплотную к деревне, поставить на аукцион. Это даже придумать нельзя. Зовут людей, что от озера мы сделаем его, тут будете отдыхать, вроде гостиницы. С этого ничего там нельзя сделать, и рыбы нету, и все прорвано. Ну, люди-то не знают и думают, в самом деле, деньги-то уже получены ими, а делать-то ничего не начинали, даже лопату в руки не брали. Да они не будут делать. Их нигде на работе не было. Мы вот дороги восстанавливали, пруды, и они ни разу там не были. И за нами подсматривают, может, они и нужны, эти люди-то, чтобы мы аккуратнее вели себя, лишнее не говорили. И только просят, благослови их, Господи. Владимир Владимирович, был Алексей-то был. Помогал Алексееву стену. Да, помогал, а мне помогал. Забивал свали? Забивали свали. Ну, все кончилось, больше еще нету. Это помощь такая, лопаты в руках не было. Когда дороги восстанавливали мы сами, ну, пришел там кувалды готовые уже, а потом на это же ополчились, напоролись. Он же поначалу был к вам расположен, помогал с техникой, помните вы его просили? Да с техникой-то я ему деньги платил и говорил, чтобы бульдозер вызвали. Он не помогал ничем на бульдозере. Там бульдозеристы были, Володя. Я договаривался с ним. Говорю, вот они были, у тебя телефон, у меня телефона-то настоящего нету. И тоже считаются за помощь. Я говорю, позвони, что бульдозерист может уже приехать. Это уже помощь. Звонок дал. Перетрудился. Человек, ну, как это так? А мы с лопатами оттуда не выходим. При Луне возвращались даже с работы. Когда делали вот рядом Симаковский пруд, заходил хоть раз этот человек? Нет, конечно. Ну, а когда тут прорывало, второй мостик были? Нет, ноги не положили. И только в одном месте кувалдой помогли сваи забить. И то мы это уже считаем, да, был. Был, несколько сваи забил. Их надо было приготовить, привезти, осмолить. Вот видите как? Ничего. Это все поведение Божие. Господь дает знать, чтобы к земному не были привязаны. Мир стоит перед страшной катастрофой. Вот-вот начнется то, о чем много лет слышали. Спрашивает, а будет ли то-то, то-то. Все нам в Библии сказано, что будет дальше. А дальше будет то, что сегодняшнее покажется, как райское житие наше. Все у нас есть. И пища, и жилище, это все будет потеряно. И поэтому я благодарю Бога. Благослови врагов. Мы уже об этом молились. И в судный день не поменим их безумие. Тем более, даже дома-то свои строили там, и кто могли, помогали. Не с советом только. Даже вот помянул человека одного. Мы с батюшкой вместе ему миллион вложили. Это ни один человек не забудет. При минимальной пенсии откуда-нибудь? Я работал пищником 40 лет. У меня даром никуда не уходило. Мы внимательно смотрим, кому нужно. А вы знали бы, что так он будет делать такой человек, которому помогали? И что? Сегодня он нуждается. А остальное Бог усмотрит. И горе вам, если вас всех хвалят. Это для... Как на весах. На одни веса доброе положили, на другое худое. И чтобы не перетянуло, Бог выравнивает. Он говорит, гнали меня, буду гнать и вас. Меня злословили, вас будут злословить. И сказал, девять блаженств. Блаженны нищие духом. Девятое блаженство. Блаженны, когда будете вас поносить будут, гнать и злословить за меня. Почему за меня? Потому что мы верующие, мы имя Господне несем. Были бы не такими, не разговаривали. Какие труды положены, чтобы деревню основать? Только в Алтае около 4-х уже 60 сел было разрушено. А в стране полностью погублено 81 тысяча сел. И уже эти люди приехали на все готовое. Электричество подведенное. А сколько тут хлопотали. Батюшка везде ездил. Храм восстановленный. Школа открыта. Их же дети тут ходят, и они из злословили. Помутнение разума. Разумный человек разве может делать, когда это и для него все? Дороги не было. А дорогу сделать очень и очень дорого. Потому что и надо бульдозер, и поднять над землей, и щебень, и песок. У нас они не асфальтированные так. Это все сделано, и дорога прямая. По милости Божией. Я всегда говорю нашим братьям, скорее делайте, чтобы деревенские не перехватили работу, и тогда награды нам не будет. Так вот получилось, что они не торопились. И мы успели, это все сделали. Так что помолитесь, кому будет положено это. Тут еще нельзя сделать. А что сделаешь, когда дьявол обуздал, верхом сидит? Они не понимают даже. Делают абсолютно страшные, бесовские дела. Он берет всем злейших и вселяется в человека. Самыми лютыми врагами объединяются, что угодно могут делать. Да разве верующий может? Он даже помыслить не может об этом. И поэтому бодрствуйте и молитесь. Это вот последнее, о чем мы, ну, сведения какие идут. Батюшка приехал, что-то рассказывает, даже думаешь, ну, это уже даже не с ума сошли, даже сумасшедшие этого не делают. Сделать, чтобы дома у нас не было, и люди не будут приезжать. Прямо говорят, мы знаем, как разрушить Потеряевку. Потеряевку разрушить. Вот это да. Москву известно, как разрушить, а Потеряевку неизвестно, потому что верующие. А что они еще могут сделать? Да мало ли, что сатана может сделать там. Всякую пакость, мерзость. Там никакой веры нету, даже близко. Там осатанелы, силы трудятся. И что, молимся? Мы молились, просили Господа. Господь знает, вот допускает это, и они больше ни о чем не знают, как. Говорить, отвечать нельзя. Образования нет, ответить не может. Если я что-то сказал, они эти слова переначивают, и на тебе, на тебе говорится. Прямо беда одна, говорится. На всех удивление. Но, с Божьей милостью, все переносим. Благодарим Бога. У нас есть где ночевать. Даже если тут все зарастет, что они дом отбивают, дальше-то ничего нет. Человек, который перекупил, там никто ничего не перекупал. Дом куплен мною. У меня документы. Все есть. Что? Мы такого-то человека назначили. Заплатил я за него до одной копейки. И все это документы, подписи. А они сделали так, на котором я переписал, а его здесь нет, он на Украине человек. И теперь он якобы отдает им это дело. Ой-ой-ой. Даже человек грамотно это не придумает. Вот такие катаклизмы изрегать. Благодарение Богу. Благодарение. Мы целые легионы демонов задействовали на себе. Кому-то они в это время уже не подойдут. Потому что они в одном месте могут, а в другом, как Бог даст. И мы поэтому приемлемо это, как испытание Божие. Испытание. А можно ли без этого? Златоуз говорит, нельзя. Дело, которое мы делаем, если оно не терпит противодействия, оно не устоит. Богу не угодно. Ну, поэтому мы слишком хорошо все устроили. А теперь там эти, где в палате, где спать, все будут ломать они. А жить никто не будет. Этот дом не приспособлен. Там сколько есть. Когда уехал хозяин, мы тут и крышу срывали крылья, и печи все ремонтировали, и люди жили. Ну, а теперь что? Зарастет старняком. Будут радоваться. Какая радость? Радость. Было, что и в окно кто-то разбивал, залазили. Но у нас все есть. У одного дети были, они ко мне залезли на склад, а там у меня архив хранится, я насчитывал на пленке, на катушке. Каждая катушка 375 метров, и на ней звучание 4 дорожки 8 часов 20 минут. И они залезли, там открыли, ну, не накручь же деревню, там палочку поставил, и все. И раскатали там несколько катушек, там 375 метров в одной, а катушки 3 уже больше километра. Все упутали в окрестности этими лентами. Какая польза? Дети. Рядом с Алидолблдак вымазали там эти ручки и другое там. Кто это сделал? Не знаем. Бог знает-то. Ну, все это уже вчерашний день. Надо новое изобретать. А новое изобретать, это значит накапливать опыт злодейства. А оно даром не проходит. Оно внезапно так каукается. Господи, не дай им погибнуть в ожесточении. Только мы ничего не делали, молились. Они от нас получали просто гигантскую помощь. Как открыть? Надо было зарегистрировать деревню, сколько мне пришлось к фраевой администрации. Тут соседние деревни пасли скот прямо возле деревни. Матерки были, чтобы взвинуть их на 5 километров. Ну, ладно, у меня прокурор края близко знакомый был, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. Оттуда комиссия за комиссией, земельный отдел, и там нарезали в лагах. В лагах там пройти нельзя, не как вот вам тогда. И интересно, когда смотришь на карту, получается, как пистолет такой. И того нет человека, который это так районном начальстве был. А его убрали, и всё. А у нас всё равно коровы целые. Кто держит? Держит теперь. Всего только в двух семьях держат. А раньше тут даже одинокие держали. Но всё это вчерашний день. А сегодня у людей, которые это злодействуют, будущего нету. Там только гиена. Они ещё, может, держатся только на нашей молитве. Не дай им уйти из жизни без покаяния. Не дай, Господи, им погибнуть в своём безумии. Когда в прошлом году на меня два уголовных дела пытались возвести. И кто? Такие люди, которые злодейства желают, чтобы посадили меня на полном серьёзе. И прокуратура отказала. А приехала полиция и спрашивает, а зачем же таких людей принимали? Батюшка сидит, с ними разговаривает. Ну, как принимали? Даже не думали, что так будет. Ну, вот. А кто он такой? Когда батюшка сказал, говорит, да, племянник. Они в ужас пришли. Как? Это на дядю так они? Не дай бог. Хорошо, что у нас чеченцев не было. Эта жизнь была бы только до утра. Не приведи, Господи. У нас тут был, к сыну приехал милиционер один, пенсионер-то. Ну, и везде там ябеды такие строчил. А тут около железной дороги проводили, столбы бетонные ставили, а эти столбы убирали. Ну, и мы познакомились там, привезти надо было до лагеря, столбы поставить. И когда они узнали об этом, что такое, так мы его сегодня ночью в болоте утопим, мы кое-как уговорили, что делать не надо. Они откуда-то с южных республик. Такие решительные ребята. Да разве можно это так? Он проходит какое-то время, умер его и нету. Господь нас хранит. Слава ему, Господи, за мирное время, за то, что нам дал здесь быть, за поношение, за гонение, за друзей, за врагов, за все славим, за здоровье, за болезни. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. О чем сказал, не забывайте воззвать Господу. Итак, сестры дорогие, ваше время. Благослови, Господи, на чтение Священного Писания с толкованием блаженного Феофилакта. Даруй, разумеет, написано, исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 25 стиха. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Толкование. Призывает нас к подвигу мучениства. Кто отрицается Христа, тот приобретает душу для настоящей жизни, то есть спасает, но он погубит ее впоследствии. А кто теперь погубит ее, но ради Христа, кто претерпит мучения ради него, тот обрящет ее в метлении и жизни вечной. 26 и 27 стихи. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Толкование. Положим, говорит, что ты приобрел весь мир, что пользы в благоденстве телесном, когда худо, состояние душевное. Здесь можно плакать, воздыхать, творить милость, но там нельзя. 28 стих. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве в своем толковании. А вместе показывают, в какой славе будут пострадавшие за него, ибо каким светом просияла во время преображения его плоть, подобным всему просветятся и праведники. Некоторые здесь стоящих не умрут, да то ли пока увидят его преображение. 17 глава, 1 стих. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Анна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. Толкование. Почему Владыка Христос не взял на гору всех своих двенадцать учеников, а только Петра и Иакова и Анна? Потому, что Иуда не был достоин своими предательскими очами видеть славу преображения Христова. Но могут сказать некоторые, если потому так поступил, то почему Иуду одного не оставил внизу и не взял с собой прочих? Но мы не умнее и не премудрее Христа. Если бы одного Иуда он оставил внизу, а прочих взял, то могли бы некоторые сказать, что это и оскорбило Иуду, что потому он и продал Господа своего. А дабы никто из подобных людей, ни мы не могли ничего сказать, он оставил Иуду с прочими восьми учениками, чтобы трех прославить видением, а остальных сделать блаженными через веру слышанному, как говорит Господь, блаженные, не видевшие и уверовавшие. А кроме троих он взял для того, чтобы исполнилось слово. Устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово Матфея 18-16, Трозаконие 17-6. Три были Петр, Иаков и Иоанн, а два Моисей и Илья. Непоколебимые столпы закона. Матфей не противоречит сказанию Луки, что после тех происшествий до преображения прошло около восьми дней. Лука считает первый день и последний, в который он зашел на гору. А Матфей только средний между ними. Христос взял Петра, потому что Петр очень любил его, Иоанна, потому что сам любил его, а Иакова, потому что он, как Иоанн, был ревнитель. Ревность же его видна из того, что он хотел пить чашу и из того, что Ирод убил Иакова мечом, угождение иудеям. Второй стих. «И преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделали белыми, как свет». Толкование. «Возводит их на высокую гору, дабы показать, что тот, кто не возвысится над земным, не достоин таких божественных созерцаний, возводит одних, потому что он имел обыкновение славнейшие чудеса совершать в тайне, дабы, видя его божество, не подумали, что он человек только по привидению. «Когда же слышишь о его преображении, не думай, что он слагал в себя тело, оно оставалось в своем виде, так как ты слышишь и о лице его, и об одежде, он только сделался светлее, когда в нем несколько, сколько возможно было видеть, просияло божество». Почему он и назвал прежде преображение царством Божиим 1628, так как через него, через неизреченное просветление Иисуса Христова, оно показало неизреченную власть его и явило, что он есть истинный сын Отца и представило славу его второго пришествия. Третий стих. «И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». Толкование. О чем беседовали? Об исходе, как говорит Лука 9, 31, распятие. Для чего явились Моисей и Илья? Дабы показать, что он есть Господь закона и пророков, живых и мертвых, ибо Илья был пророк и никогда не умирал, а Моисей был законодавец и умер. Воскрес Моисей и для того, чтобы, видя Господа во гробе, ты не сомневался в том, что он восстанет, прежде многих родов умерший, сгнивший и обратившийся в прах, он воскрешен, дабы ты веровал, что воскресивший многолетнего мертвеца тем паче может воскреснуть сам в третий день. А кроме того, явился Моисей и для того, чтобы показать, что Христос не противник закона и не враг Божий, ибо иначе Моисей не стал бы говорить с противником своих дел, и Илья ревнитель не явился бы врагу Божию. Сделано было это и для того, чтобы уничтожить сомнения тех, которые считали его Ильею или одним из пророков. Но почему ученики узнали, что явившиеся были Моисей и Илья? Конечно, не по существовавшим их изображениям, ибо дело человеческих изображений тогда считалось беззаконным. Кажется, их узнали из того, что они говорили. Моисей, быть может, говорил, «Ты тот, которого страдания я предизобразил закланием Агнца и совершением Пасхи». А Илья, «Ты тот, воскресенье которого я предизобразил воскресенье сына вдовицы» и тому подобное. Являясь же их ученикам, Господь научал последних, был подражателями первых быть кроткими и общительными, подобно Моисею, ревностными и непреклонными, когда нужно подобно Ильи, и также готовыми терпеть самые опасности за истину, как тот и другой. Четвертый стих. «Присемь Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь стрекущей тебе одну и Моисея и одну и одну Ильи». Толкование. Петр, по великой любви к Иисусу, не желая, чтобы он пострадал, говорит, «хорошо нам здесь быть, не ходить и не предаваться на смерть, если бы кто и пришел сюда, у нас есть помощники Моисей и Илья». Моисей одолел египтян, а Илья огонь свел с неба, такими покажут себя они, когда придут сюда и наши враги. Так говорил он от великого страха, сам не зная по замечанию Луки, что говорит. Необычайность видения так поразила его, что он сам не понимал надлежащим образом своих слов, желая Иисусу остаться на горе и не уходить и не страдать за нас. Впрочем, боясь показаться своенравным, он говорит, «если хочешь». Пятый стих. «Когда он еще говорил, «се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте». Толкование «Ты, Петр, заботишься о крови рукотворенном, а отец, окружая меня, другим кровом нерукотворенным облаком показывает, что, о, как он, Бог, являлся в древнем облаке, так и сын его. Здесь облако светлое и необъятое мраком, как было древле, потому что здесь хотел он не устрашить, а научить, ибо из облака был глаз, объявляющий, что он был от Бога». 6 по 8 стих 17 главы «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус приступив, коснулся их и сказал «Встаньте и не бойтесь». Возведя же отчество и они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Толкование. Будучи не в состоянии выносить облачный свет и глаз, ученики пали на землю, глаза их были как бы отечены сном, то есть они лишились чувств от видения. Чтобы продолжительный страх не уничтожил памяти о видении Иисус пробуждает и ободряет их, но уже остается один. Дабы ты не подумал, что глаз был о Моисее и Илье, он относится только к Нему, ибо Он, Сын, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Спаси Христос, сестра. Во славу Божью. Ну, у вас есть работа. Да. Братовья твои там по-маленьку тоже делают. Слава Богу. Сами вышли с охотой. Видите, как Господь думал ли о том, что придется нам вот так, да еще и братовья придет. Это все Господь и через брата твоего Виктора. Да. Вот как Господь сделал. Младший начаток. Да. Ну, все тогда. Отхожу в рулетку посмотреть, что там делается. Помоги Господи, храни Господь и Матерь Божья. О чем говорил, не забывайте, что молиться священнике Николая. Сегодня разбор будет там где-то. Где-то это не у нас. Чтобы Господь его сохранил. И он говорит, теперь у него там материалы наши есть, и даже по разговору видно, что он сильно изменяется. А в чем обвиняют-то глупости, ничего там этого и не было. Ну, доказательств никаких нет. Чтобы Господь как-то так свел. Вот так. И главное, с ним договариваются, он на полное погружение людей принимает. Все, отошел с Богом. Богом. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.